Драматический театр из самого маленького района республики Татарстан. С гастролями в Уфу впервые приехала труппа от Нинского государственного театра имени Габдулы Тукая. О небольшом, но уникальном коллективе и, конечно, о спектакле, с которым артисты познакомили уфимцев, в материале Александра Калинченко. Жалко, что режиссер этого спектакля не приехал. Можно было бы спросить, случайно ли рассадка персонажей напоминает «Тайную вечерю» да Винчи. А еще жаль, что из-за грима мы так и не увидели лица красивой молодой актрисы Лисан Каюмовой. Внутренние надрывы были очень сильные. Тяжело мне было работать над этой ролью. Я стала совершенно другим человеком и по-другому начала смотреться на мир. Для своего первого и пока единственного выхода на уфимскую сцену от Нинской актера привезли не комедию, которая гарантировала бы наполняемость зала, а драму. «Белое платье моей матери» по пьесе Шарифа Хусаинова поднимает проблему старости родителей и равнодушия повзрослевших детей. Произведение, написанное в начале 60-х, кажется еще более актуальным в наш технический век. Когда молодой был, я смотрелся и удивлялся. Ну не может такого быть в жизни. У нас в семье бабушка с дедушкой мы жили. Они в самой светлой комнате, в самое лучшее место за столом. Я не верю. Ну зачем такое показывать? Вот сейчас мы вот это ставили и у нас уже несколько актрис, несколько актеров из труппы говорили. Это же про нас. Коллектив от Нинского театра небольшой. Всего 28 человек. В среднем труппа выпускает три премьеры в год. Только вот на гастролях бывают чаще, чем дома, потому что своего зрителя, признаются актеры, не хватает. В селе Большая Отня всего 3,5 тысячи жителей. Отнинский драматический – это единственный в России государственный театр, находящийся в деревне. Статус государственного театр получил в 2011 году. Большую же часть своей истории являлся народным. А история эта длинная. Буквально в минувшем декабре театр отметил столетие. Зрители очень много смеялись в начале первого отделения. К концу второго многие будут плакать. Так устроена драматургия спектакля. В этот вечер люди покидали баждрам словно с домашним заданием. Кому-то предстояло его выполнить хотя бы на хорошо, а у кого-то такой возможности уже не было. Александр Каличенко, Лешат Казакулов, Россия Культура, Башкортостан.